Привет-привет! Меня зовут Эмили Фриман и вы смотрите серию видео уроков по вязанию крючком для начинающих. И в этом уроке мы продолжим тему вязания круга. В прошлом видео мы разобрали, как делается круг с помощью соединительного столбика, а сегодня мы разберем с вами вязание по спирали. Напомню, что вы уже должны уметь делать кольцо амигуруми, столбик без накида и прибавки. Для того, чтобы научиться вязать по спирали, для начала посмотрите предыдущий урок, потому что здесь будет действовать то же самое правило круга, которое мы с вами прошли на прошлом занятии. А в этом видео, чтобы не запутаться, я буду каждый ряд начинать с прибавки. Теперь давайте посмотрим, чем же отличается вязание по спирали от вязания круга с соединительным столбиком. Как и в прошлый раз, начинаем вязание с кольца амигуруми, и как его делать, мы уже с вами проходили. И делаем в это кольцо 6 столбиков без накида. Мы провязали 6 столбиков и затягиваем наше кольцо. Все так же, как и в прошлый раз. Но теперь сразу начинается главное отличие. Мы не делаем соединительный столбик. А в то место, где мы в прошлый раз делали соединительный столбик, мы все равно заводим крючок. И провязываем обычный столбик без накида. То есть сразу начинаем вязать следующий ряд. И в эту же петлю провязываем прибавку. То есть второй столбик без накида из одной петли. И теперь мы продолжаем вязать прибавки. Третий, четвертый столбик в одну петлю. Пятый, шестой в соседнюю петлю. Пятый, шестой в соседнюю петлю. Далее, девятый, десятый. И одиннадцатый, двенадцатый. Все то же самое, только мы сразу начали без воздушной петли, без соединительного столбика. А сразу начали вязать второй ряд. Здесь можно подтянуть хвостик и немножко поправить вязание. Таким образом мы провязали сразу 12 столбиков. И далее мы снова без соединительного столбика приступаем к следующему ряду. И начинаем его в данном случае с прибавки. Я вяжу два столбика без накида в одну петлю. Обычный столбик без накида. Далее прибавка. Один столбик, прибавка один столбик. Закономерность та же самая, как и в правиле круга. Вяжу один столбик. А рядом прибавку, то есть два столбика из одной петли. Один столбик, два столбика. И так до конца ряда, пока мы не сделаем 18 столбиков без накида. Наш ряд закончился на 18 столбике. И мы снова без каких-то дополнительных действий сразу же в соседнюю петлю начинаем вязать следующий ряд. И делаем снова прибавку. Вяжем два столбика из одной петли. Далее вяжем друг за другом по одному столбику без накида. И в этом ряду мы будем чередовать прибавка два столбика, прибавка два столбика. Пока у нас не получится 24. Если после прошлого урока вы выбрали для себя другую последовательность и начинаете не с прибавки, то делайте так, как вы выбрали. Принцип тот же самый. Разница только в том, что мы вяжем по спирали, не останавливаясь, не делая соединительные столбики, не делая воздушную петлю, а просто вяжем друг за другом наши столбики в той последовательности, которую вы выбрали. Вот мы провязали несколько рядов, и в целом у нас получается круг, не считая того, что в конце у нас небольшой выступ, так как мы закончили столбиком. Но если вы присмотритесь, то все равно можно увидеть все-таки, что мы вяжем по спирали. Вот для сравнения, когда мы вязали заканчивая ряд, и у нас получался небольшой шов в месте соединения. Естественно, в вязании по спирали этого шва нет. У этого способа есть один недостаток, но он легко исправляется. Когда мы вяжем по спирали, мы не видим, где у нас начало ряда. И если в какой-то момент, например, мы сбились, то начало ряда найти практически невозможно. Но есть, конечно же, выход, и достаточно просто отмечать, где мы начинаем каждый ряд. Для этого существуют специальные маркеры. У меня такого нет, я пользуюсь обычной булавкой, либо ниткой. Давайте покажу, как пользоваться булавкой. Я провязала ряд из 24 столбиков без накида и связала один новый столбик, который у нас будет первым в следующем ряду. И вот на него мы просто сверху прикрепляем булавку, чтобы видеть, какая петля у нас будет считаться первой. Теперь дальше вяжем, как обычно, то есть снова вяжем в эту же петлю прибавку, так как я начинаю кастыряться прибавки в данном примере. И делаю чередование прибавка 3 столбика, прибавка 3 столбика, пока не получится 30 столбиков без накида. Видите, я провязала 30 столбиков без накида, и они как раз закончились перед булавкой. То есть в булавку мы сейчас будем делать первый столбик следующего ряда. Делаю прибавку. Если маркер не мешается, можно провязать прямо с ним, потом его снять. И теперь мы перемещаем маркер на первую петлю нового ряда. И таким образом мы будем вязать. И если где-то мы собьемся, мы будем знать, что на первой петле у нас есть булавка, и распускать придется только до булавки, а не все изделие. Этот способ удобен, но получается, что каждый ряд мы должны перевешивать нашу булавку. То есть снимать ее, прицеплять заново, снимать, прицеплять заново. Это может быть не всем удобно, поэтому есть еще один вариант, как вязать. Вот мы закончили вязание, у меня это 30 столбик без накида. И я беру любую нитку контрастного цвета, которую я замечу, и просто кладу ее на то место, где мы будем делать первый столбик. И вяжу первый столбик прямо поверх нее, заложив ниточку. Видите, она с двух сторон будет болтаться. И как раз если мы посмотрим, она вот отмечает у нас первую петлю, первый столбик, который мы сделали. И таким образом мы также его пометили и не потеряем. И дальше можем вязать следующий ряд. Минус у нитки всего один, она может выдернуться, если вы, например, зацепитесь или еще что-то произойдет, и она выскользнет из петли. Но такое бывает не так часто, берите просто нитку подлиннее, и все будет в порядке. Я провязываю последний столбик без накида. И видите, как раз получилось, что следующая петля у нас будет первой. И для того, чтобы отметить следующий ряд, нитку можно не выдергивать, а просто ее перетянуть на другую сторону, и она у нас отметит уже новую петлю и вязать дальше. Но когда вы довяжете, то достаточно потянуть за нашу контрастную нить, и она спокойно выскользнет между петельками, и у вас останется ровное изделие. Давайте теперь посмотрим, как закончить вязание по спирали. А делается это очень легко. Когда мы сделали необходимое количество столбиков, мы в соседнюю петлю делаем соединительный столбик. И видите, у нас получается уже законченный круг. Но если вы будете смотреть внимательно, то, естественно, вы увидите, что все-таки он у нас идет по спирали. Давайте рассмотрим еще один маленький прием, который, возможно, вам понравится так же, как и мне. Если нужно вязать по спирали, я применяю все те же самые правила с разницей только в первом ряду. Когда я делаю кольцо амигуруми и набираю 6 столбиков без накида, я делаю это как обычно, как и во всех других способах. Но все-таки первый ряд я заканчиваю соединительным столбиком. То есть я соединяю первый и последний столбик соединительным столбиком. У меня получается замкнутое колечко. А далее я начинаю вязать первый столбик. Я не делаю петлю подъема, а сразу вставляю крючок в соседнюю петлю, вытягиваю нить и провязываю столбик без накида. И тут же делаю прибавку. И дальше вяжу, как обычно, 12 столбиков без накида. Вот я провязала 12 столбиков. И дальше уже вяжу по спирали, не используя соединительный столбик. То есть просто вставляю в соседнюю петлю крючок и делаю сразу же прибавку столбик без накида. И дальше уже вяжу по тому принципу, как мы разобрали. То есть разница тут только в первом ряду. Мне так нравится больше. Вот у меня два образца. Возможно, вы увидите эту небольшую разницу, когда мы заканчиваем первый ряд соединительным столбиком. Или сразу начинаем вязать по спирали. Выбор каждого. Пробуйте, экспериментируйте. И вы обязательно найдете тот вариант, который понравится именно вам. Спасибо большое, что смотрите. Обязательно комментируйте и напишите, все ли у вас получилось. Но мы увидимся с вами на следующем занятии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok